Дубовин Абрам Иосифович. Дата рождения и где родились? Дата рождения и где родились? 20 января 2018 года. А где? В каком? Пинцы. Ага, хорошо. Расскажите о предвоенных годах, о ваших предвоенных годах. Я начну с того, что в Клинцах я в 1938 году кончил РАФФАК. И в этом же году поступил в Беженский институт машиностроительный. Два года отучились. Третий год, полгода все прошло нормально. А вторая половина третьего года застала в учебу в таком состоянии, когда страна чувствовала, что неспокойно, что войны, наверное, нам не избежать. Примерно в ноябре, может, октябре, студентом, я был в это время студент третьего курса, студентом вышел приказ, поскольку жизнь в стране наладилась, и вроде все хорошо, и есть что поесть, и есть что одеть. стипендии лишили. Ну, понятно, готовиться к войне, где денег набраться. Лишили в первую очередь студентов, на что-то сэкономить надо. Но нам разрешили не обязательно посещать лекции. Если попадается возможность подработать, на что-то жить-то надо, разрешалось в это время не посещать занятия. Жили мы в общежитии, вахтер, круглосуточный, то меняли. Все, вахтер обязательно был в общежитии. Словия такие, раз стипендии нет, часть студентов не смогла продолжать учебу, разъехалась по домам. Те, которые... Девчат у нас было немного. В основном ребята. Чем занимаются? По городу много было потребностей в рабочей силе, в такой периодической. В данном случае на вокзале разгрузка вагонов. Каждый час просрочки штраф. Поэтому в институте, в общежитии собрались ребята в бригады, бригадир, несколько человек. Так собралось несколько бригад. Когда нужно срочно, например, разгрузить вагон, звонят в институт. Это самая вахтерша, всегда знала, в какую дверь позвонить, бригадира, кого вызвать, позвать телефону. Он собирал свою бригаду, выезжали на станцию и подрабатывали. Любые работы делали. Там где-то сарай завалить, дом завалить. Где-то на литейном цехе в Брянске бежится... Сейчас это один и тот же город объединился. Там это разные города. Бежится, стал литейный завод. К празднику всегда там литья много. Это самое... Порядка нет. Надо наводить порядок. Есть студенты, можно заплатить. И они это всё сделают. По выходным дням туда выезжали. Короче говоря, любые работы делали. Если заработаешь рублей пять, ну, неделю можно жить. Расскажите о начале войны. Как вы узнали о войне? Расскажите о том, как вы узнали о начале войны. Как мы узнали о начале войны? Мы сдавали за третий курс экзамены. Наши две параллельные группы машиностроителей, вернее, и станкостроителей, давать должны были экзамены по станкам. А это специальный предмет, и он основной, по сути дела, основной предмет. Поскольку к этому времени стипендию уже отменили, но условие ещё какое-то было не полностью до нуля. Если в предыдущей сессии студент имел не менее 6% отличных оценок, не 6, если 60% отличных, а 40% хорошо, это крайнее условие, что им пенсию было положено. Стипендию, да? Стипендию, да? Да. Ну, к счастью, получилось так, 5 предметов в прошлой сессии сдавали, и у меня как раз 60% было отличных, и 40% хороших, и я ещё получал стипендию. Ну, когда подошло время сдавать экзамены, ну, настроенные все студенты были так, кровоизносу, будем учиться так, чтобы заработать стипендию. Ну, как потом выяснилось, на следующий год, что стипендию только на следующий год. Одна на группу. Кончилась эта уже мысль. 19 числа мы сдавали, параллельная группа сдавала по станкам. Конечно, сидели и очень энергично готовились, но когда мы узнали, что эта группа вместо того, чтобы 60% отличных получить, получила 9 неудов, нам стало ясно, что не на что надеяться. А мы сдавали уже 23-го, после выходного. А в выходной день в 12 часов по общежитию объявили по радио, что началась война. Немцы уже без всяких объявлений войны открыли войну против нас. Какое настроение уже продолжать готовиться к экзаменам, сложно было понять. я сдавал экзамены, как везде, и вы учили, знаете, заходят человек пять, берут, вытаскивают билет, садятся готовиться, и когда не готовы, они идут отвечать. Преподаватель по станкам у нас был Зенин или Зенин, я уже сейчас не помню, он кончал Лондонский институт, имел за это неприятности какие-то, тогда это все считалось непатриотично, но он был очень строгий. Вот я пришел, взял билет, он записывает, во столько-то часов, столько минут взял билет. Все готовятся. Один начал отвечать, он мне отметил, ответ начал во столько-то. Я говорю, я тоже готов. Он записывает, что готов во столько, хоть я еще, меня не вызывает там, другой отвечает, но он же отмечает, что я уже заявил, что я готов. Короче, я задавал этот экзамен, вопросов тьма и придирок тоже. Всякую неточность он подчеркивал. Пока я отвечал на эти вопросы, он какие-то пометки делал. Где там, какие свои плюсы, минусы, зайчики. Короче, когда я закончил отвечать, ну, было, может быть, 20 минут отвечать. Он подбил баланс и говорит, «Пожалуй, тройку поставить можно». Вот вам пятерка. Оставалось нам еще сдавать один предмет. Немецкий язык мы должны были сдавать последний, 30-го. Я решил попытаться сдать его досрочно. Сдал и уехал домой на каникулы. Очень хотелось домой ехать. Чувствовали, что всякое может быть. Оно всякое и получилось. Те, которые оставались до конца сдавать экзамены, им предложили объявить себя мобилизованными. То есть они уже никуда не могут выехать. Они остались бежицы, кто на завод, токарями, слесарями, куда угодно, но только помогать, помогать войне. Я свой отпуск частично использовал. Потом было объявление 6-го или 4-го августа, трудно мне вспомнить. Все студенты по всей стране должны вернуться к своим учебным заведениям. Ну, приехал я. Когда кто-то там был и не уезжал, а я приехал тоже вовремя. Приехал, а там, оказывается, как мы выражаемся, покупатели были военные. Они подбирали студентов, окончивших три курса. Ну и собрали, кто в танковое училище, кто в пехотное училище, на разных... там, где считали нужным. Я попал в академию. предметы, такие же примерно, как и в академии машиностроительной, примерно, программа чуть не одинаковая, кроме военных. А еще наш институт был, это самое... как это... ну, он военную дисциплину изучал. он был военизированный. По окончанию выдавали офицерское звание. в Москве. Приехали мы в академию в Москве. Это было... ну, начало война началось, я как сказал, 22 января... 22 января... 22... и... и... июня... июля 22-го. мы начали изучать военные дисциплины в Арт-Академии. Арт-Академия находилась где часы кремлевские с кабинета мы видели точно время. Нам не обязательно было иметь свои часы. То, что мы конспектировали в кабинете, с собой выносить за пределы Академии нельзя было. Конспекты оставляли под партой. На завтра приходили и, конечно, все это было ходили все строем. Проходили мы и начиналась снова учеба. И никто не имел права выносить наши конспекты. Каждый день в 9 часов в то время передавали последние вести по радио. Когда вести объявляли 9 часов, начинается вести, прерывалась военная тревога. А когда не успевали даже объявить о том, что вести, уже объявляли военная тревога. Некоторые самолеты прорывались сквозь защиту. Ну и бомбили. На утро можно было видеть где-то здание УГО разбит. И чтобы не было такого неприятного ощущения. Сразу фанерой УГО закрывали. А в принципе все места свет везде обязательно отсутствовал. река была замаскирована, потому что это самый центр и правительственные учреждения вдоль реки были расположены. Короче, везде, где только можно было, все было замаскировано. К моменту, когда в ноябре демонстрация была в Москве, несмотря на то, что идет война, даже днем появлялись немецкие самолеты. Из Москвы эвакуировались самые важные объекты, в том числе эвакуировалась арт-академия. Факультет зенитный, он уезжал вместе, то есть с вагоном в поезде уезжал, а остальные должны были пешком идти до Горького, а там им предполагалось, там все-таки их посадят на поезд и довезут в Среднюю Азию. В Средней Азии оказались там Ташкент, в Ташкенте были академия медицинская, в Самарканде, это второй по величине город, была арт-академия, арт-академия, и что интересно, я немножко не так сказал, не медицинская, медицинская осталась в этом Ташкенте, арт-академия, а в этом Самарканде, кроме артиллерийской, была еще академия командного состава, по-моему. Ну, это не столь интересно, но всегда шли, ну, враждовали две академии, когда дежурят в городе машины, эти арт-академия, так всегда придирались к тем, кто с другой академией. Короче, когда даже мы академию окончали, вспоминали об этом и говорили, что вот так и так никак не могли подружиться две академии. Пешком мы ушли из Москвы, ночью сели в электричку, за Москву завезли хотя бы. В это время в Москве были подготовленные войска стояли на готове для дальнейших боев защиты Москвы. Немец сравнительно недалеко был от Москвы уже. и когда еще учились в Москве, как-то ночью вызвали всех нас, заходили в кабинет начальства, нам выдавали пару ракет и саперную лопату. Говорили учебное занятие на этих Воробьевых горах. А потом нам стало ясно, немцы уже имели большой опыт в войне и все ожидали, что они высадятся около Москвы на Воробьевых горах. Поэтому оружия у нас не было, оружия не хватало даже тем войскам, которые ушли на фронт, кто с винтовкой, а кто рядом ждал, когда соседа убьют, он эту винтовку возьмет. Первое время было очень тяжело с оружием. В арт-академии было много учебного оружия, все это учебное оружие заделали и сдали действующим войскам. Ну, это все начало. После примерно годичного обучения в арт-академии я получил направление на Калининский фронт в должности техник по стрелковому вооружению. шел я, ну, это может не очень интересно, ночью пешком до того места, где считалось, что я должен представить свои документы, короче, чтобы ну, куда меня направить, доложить, что я прибыл по назначению. Зима, расстояние большое, устаешь, карта у меня была, пока ты посмотришь, впереди деревня, но я думаю, до деревни дойду, хоть отогреюсь, отдохну, подходишь в деревне одни головешки и эти трубы каменные. Ну, думаешь, война же уже прошла в тех местах. Это уже было, на фронт я попал в 42-м году. Короче, на всем моем пути ни одной деревни, в какой можно было отдохнуть, не было, все было сожжено. В конце 42-го года я был ранен, получил тяжелое ранение, пуля прошла вот с правой стороны, прошла она сквозь все легкое, правое легкое, ну, и застряла где-то там уже ближе к выходу. Лежал в госпитале Калинина, ну, пока лечился там, успел заболеть тифом. Ну, уже люди ослабленные, на них все действует. может, эта шивая заразная вша издали пролетела и обессиленному солдату она нанесла ущерб. я заболел еще и тифом. Лежал в тифу, наверное, около, не помню, возможно, месяц. Был такой момент, когда я не мог это самое участие. У меня все колотило на ночь. Я просил на следующий день, я говорю, теплое одеяло хотя бы, я ж мерзну, я дрожу весь. А мне сестра отвечает, все, не беспокойтесь, это у вас был кризис. Кризис прошел, бояться нечего уже. Один кризис в жизни, и я таким путем прошел. Когда встал на ноги, я мог только идти, держаться на стену. Есть было почти нечего, в госпитале, и к тому еще больному тифу и есть не хотелось. Короче, я был похож на мертвеца, хотя это самое и считалось, что кризис прошел. потом, раз я заболел тифом, это же заразная болезнь, меня сразу в тифосный госпиталь приправили в Калинине. Через некоторое время узнают, что этот госпиталь предназначен для Балтийского войска, для припалтиков. Меня сразу опять перевели в другой госпиталь. Короче, я в Калинине лежал в трех госпиталях. Дальше поездом санитарным перевезли в Ивановскую область к Кинишму. Там я сколько времени пробыл, тоже не помню, но я уже был немножко крепче и хорошо было в Кинишме, что они успели запастись некоторыми продуктами. У них были лесные ягоды, они замочили, были еще и грибы, что-то еще к нормам, которые государство выделяло на госпиталь, они имели возможность еще что-то добавить. Я помню только одно, что когда разносили первое, я мог съесть сразу три первого без хлеба, без всего. Это довольно объемистый объемистый предмет для желудка, но я с охотой съедал три первого. Но это все не так, то интересно, просто я рассказываю, какая обстановка была. это очень важно. Ну а дальше меня еще дальше в тыл отвезли в Болезино Удмуртской ССР. В начале мая я закончил там лечение, только там у меня уже вынули пулю, причем за два приема, за две попытки. Первый раз мне подмышкой образовалось такое в виде сгущения такое. Я думал, нащупывая, думал, что это и пуля есть, и ее легко будет вынуть. Врач лечащая тоже посмотрела и тоже положила на стол, разрезали, оказывается сгуток крови. измучили меня с помощью наркотиков. Я заснул на кровати. Несколько дней в мучительном состоянии я лежал, пока отдохнул от вот этих операций. Потом врач взяла меня на ритген, с двух сторон проверила, отметила крестиком, где, в каком месте находится пуля, положили на операционный стол. Это все при местном наркозе. Раньше и вторая попытка тоже шла через местный наркоз. Меня удалили пулю, я особенно ничего не почувствовал. На кровать я пришел с операционной своими ногами. Через некоторое время посчитали, что я уже выздоровел, что я уже могу покинуть госпиталь. Мне выдали документ, вот у меня вот здесь есть справка о том, что я ограниченно годный первой степени, первой степени, ограниченно годно первой степени и дали направление в отдел кадров Москву. Через Москву все равно должны были приезжать. такой документ написано ограниченно годный. Давайте мы это потом сфотографируем, а вы пока присаживайтесь, рассказывайте. Мы это пока оставим. Это страшно тебе в рот удалили. Когда поле когда поле